Конкурс «Лучший родительский комитет» проходит в два этапа. Заочный – проведение мероприятия в классах, где результат оформляется в виде краткого отчета и представляется жюри. И очный – творческое совместное выступление родителей, детей и педагогов. В октябре прошлого года 9 родительских комитетов приступили к преодолению первого этапа. Родители самостоятельно придумывали и проводили мероприятия для своих детей в классах, а также принимали активное участие в общешкольных фестивалях и конкурсах. В городских мероприятиях. По итогам первого тура в финал конкурса вышли родительские комитеты первых А-классов школ номер 2 и 6, седьмого А-класса школы номер 6 и восьмого класса школы номер 9. Очень сложная тема конкурса была, поэтому коллективы, ну, просто-напросто, может быть, где-то в какой-то степени испугались, а может, не испугались, но столько мероприятий в школах проходит, просто уже не хватило сил к концу года. Тема конкурса «Экология» правила строгие продолжительность творческого выступления не более 7 минут. Несоблюдение правил приведет к потере 20 баллов. Выступление коллектива первого А-класса школы номер 2 отличалось яркостью и динамичностью. На сцене интеллектуальная игра между командами родителей и детей. Вопрос номер 2. На березе росло 5 яблок и 6 груш. Скажите, а сколько фруктов росло на березе? Родители молодцы, уже знают ответ. Ваш ответ? И сколько? Молодцы. Счет 1-1. А это значит победила дружба. Не менее ярким стало выступление родительского комитета первого А-класса школы номер 6. Главный герой Цветик Семицветик обратился к гостям праздника с призывом сохранить природные богатства Родины. Беречь окружающую среду призвали и кадеты восьмого класса школы номер 9 «Мы с доброй надеждой». А команда родительского комитета седьмого А-класса школы номер 6 на сцене Дворца культуры продемонстрировала, как сами люди загрязняют нашу планету. Мы хотим природу обмануть, под себя сильнее ее прогнуть, но она такого не простит, исполна задерживаться на стиле. Бьем по ней ударом за удар, и горят леса, в тайге пожар, загрязняем реки, льем мазур, и война с природой там и тут. И она болеет и молчит, просто мы не слышим, как кричит. Язвы на теле прорастают, за собой живущих увлекают. Определить победителя было сложно, отметил начальник управления образования Верхнесалдинского городского округа и член конкурсного жюри Александр Золотарев. Набрав почти одинаковое количество баллов, первое место заняли сразу два коллектива – первый А-класс и седьмой А-класс школы номер 6. На втором месте родительский комитет первого А-класса школы номер 2 и восьмого класса школы номер 9. Победители и призеры конкурса были отмечены специальными призами от спонсоров мероприятия – магазина цветов «Малина», туристического агентства «Вэл», рекламной студии «Модерн», пильярдного клуба «Массе», компании «Стройтехмонтаж», магазина «Мария Мастер» и индивидуального предпринимателя Александра Ефремова. Родители общаются с родителями друг с другом, и нам удается собрать спонсорский состав. Четвертый А-класс школы номер 6, не вошедший в четверку финалистов, за проведение акции «К Дню Победу. Спасибо за счастье жить» был отмечен специальным призом от Союза добровольцев России. А за инициативу и участие в акции «Украсим наш город цветами» хозяйка магазина «Малина» Наталья Забегаева подарила юным цветоводам сертификат в магазин «Садовод». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!